Знаменитые вещи не всегда так хороши, как о них говорят. А вот знаменитые бойцы даже лучше. Приветствую вас, когти единорога! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на Казущи Сакурабу, бойца, который известен тем, что бросил вызов клану Грейси, за что получил прозвище «Охотник на Грейси». Но также у него есть прозвище «Интеллектуальный борец», о котором многие забывают. К познанию нет короткой дороги, а к бойцовской славе легкого пути. Детская мечта японского пацана после прочтения манги «Тайгер Маск» привела его в мир борьбы, а затем на вершину боев без правил. А когда в прорестлинге Японии появился Сатору Саями в «Маске Тигра», он стал кумиром для пацана, и тот даже хотел бросить школу, чтобы пойти по его стопам. Но родители его отговорили. И в 15 лет он начал заниматься как любитель. Чтобы стать королем, Кинг-Конгу нужно победить Годзиллу, а чтобы стать лучшим бойцом, нужно тренироваться с чемпионами. Выход на новый уровень Сакураба получил в университете, где тренировался с лучшими вольниками, среди которых были олимпийцы. Затем, получив награду лучшего новичка чемпионата, Казущи впоследствии занял четвертое место на чемпионате Японии по борьбе. В дальнейшем он хотел остаться тренером в этом же университете, но потом передумал и решил стать профи-бойцом. 14 июля 1996 года. Турнир «Шутбоксинг С-Кап». Первый поединок Сакурабы по боям без правил, против немалоизвестного Кима Леопольда. На четвертой минуте боя Казущи проигрывает треугольником, но никто в это не поверил, и все решили, что бой был постановочным. Сам Сакураба в дальнейшем говорил, что вообще не помнит этот поединок. 21 декабря 1997 года. UFC 15 Ultimate Japan. Сакураба случайно попадает на UFC, заменив травмировавшегося Канехару, и выигрывает четверку тяжеловесов, при том, что ему пришлось набирать для этого вес. После чего переходит в прайд. Легендарные герои рождаются в баснях, а легендарные бойцы в ринге. На прайд 2. Рычагом локтя Казущи побеждает Вернана Вайта. На прайд 3. В тяжелом бою с первоклассным грэплером Карлосом Ньютоном, Сакураба выламывает победу вместе с коленом противника. После тяжелой ничьи с Аланом Гоэсом на прайд 4. 29 апреля 1999 года. На прайд 5 Сакураба встречается в ринге с легендарным Виттером Белфортом. Когда кончается болтовня, начинается дело. Поэтому с первых секунд Белфорт обрушил наказущий град ударом, который японец перетерпел и перешел в свое наступление. По ходу боя переводя бразильца в партер и отбивая ему ноги. По истечению двух 10-минутных раундов единогласным решением победу отдали Казущий. После боя Белфорт говорил, что сломал руку в первом раунде, поэтому не смог показать то, что мог. Пока мужики побеждают Брагу дома, Казущий победил Фонтеса Брагу рычагом локтя на прайд 6, а затем точно таким же приемом победил Энтони Массиаса на прайд 7, после чего настал черед Грейси. Голодному человеку пельмени приятнее для глаз, чем цветы сакуры, а бойцу приятнее любая победа, чем красивое поражение. 21 ноября 1999 года. Прайд 8. Соперник Хойлер Грейси, который являлся четырехкратным чемпионом мира по джиу-джитсу и считался самым техничным из всех Грейси, имя которых уже было у всех на слуху. Для Хойлера стал большим сюрпризом не только залитый кровью канвас ринга, но и манера боя Сакурабы, который никак не хотел ложиться в излюбленный партер, а обстреливал лежачего Грейси ногами. Постоянные вежливые приглашения бразильца прилечь на него сверху японец бескультурно отвергал очередным ударом по ляжкам. В итоге на 13 минуте второго раунда именно Казущи удается провести Кимуру, из-за которого бой и был остановлен. Но с этим Грейси были абсолютно не согласны и в очередной раз подняли кипиш, после чего Сакураба взял микрофон и вызвал на бой кричащего брата Хиксона. Но тот отказался, обозвав Казущи трусом, который бил лежачего брата и не хотел с ним бороться. Когда напьешься, забываешь о жажде, а когда побеждаешь, забываешь, как тяжело было в бою. В 2000 году Прайд делает первое гран-при, на которое приглашают лучших в мире бойцов ММА, в том числе Казущи и Хойса Грейси. 1 мая 2000 года. Прайд гран-при 2000. Соперник Хойс Грейси, который выходил в ринг прежде всего отомстить за брата и восстановить имя своего клана. Поэтому он же настоял на специальных правилах. Нет ограничений по количеству раундов, а длина одного раунда 15 минут. Рефери не имеет права вмешиваться в ход поединка и останавливать его. Бой может закончиться только нокаутом, сдачей после болевого или отказом от продолжения. Что вызвало небывалый ажиотаж, ведь бой превращался в гладиаторский замес, где выжить может только один. Хойс начал поединок очень резво, сразу пытаясь перевести Казущев в излюбленный партер. Но японец все время оставался на ногах и вел бой очень спокойно, как будто он дерется не с топовым бойцом, а с перворазрядником на тренировке, что, кстати, было его фишкой во всех боях. Даже самой большой беге нужно рассмеяться в лицо, тогда ты возьмешь над ней вверх. Именно так решил Казущий. В начале второго раунда Грэйси зажал Сакурабу в углу, на что тот в ответ решил его присрамить, повеселив публику. Сначала подняв его курточку, а затем попытавшись стянуть с бразильца штаны. В пятом раунде бой становился все более сложным для Хойса, и наверняка он пожалел о том, что вышел в ринг в кимоно, ведь Сакураба очень здорово этим пользовался, делая захваты. По окончанию шестого раунда Грэйси отказался продолжать бой и сделал Казущий национальным героем, который победил лучшего бойца той эпохи. Но однозначно уважение достойны оба Тигра, ведь они провели самый длинный бой в истории, длиной в 90 минут. Кто родился под грохот пушек, хлопков пистолета не боится. Также и настоящие бойцы не думают, что будет, а просто выходят на бой. В этот же вечер, после полтора часового замеса, Казущий выходит на бой против Игоря Вовчанчина, самого жесткого панчера тех времен, который до этого одержал досрочную победу над Гудриджем. Несмотря на то, что Сакурабе даже удалось сделать пару переводов в партер, Игорь полностью доминировал в ринге, ведь у японца уже просто не было сил что-либо делать. Хоть он и выстоял все 15 минут первого раунда, выйти на второй просто не было возможности, и победителем стал Вовчанчин. Но даже несмотря на это поражение, для японской публики, Казущий Сакураба стал настоящим героем на долгие годы, сумев провести в ринге почти два часа боя. Чем больше человеку лет, тем больше у него обид. 27 августа 2000 года, Прайд 10. Через три месяца после победы над Хойсом Грейси, еще один член клана, Хэнсо Грейси, решает взять меч возмездия в свои руки и срубить голову обидчика. Но теперь, учтя все ошибки предшественников, он не выдумывает правил и не одевает кимоно, считая, что это не даст преимущества Казущий. После дикого начала от Грейси с ударами и попытками перевести бой в партер, Сакураба вернул бой в свое русло и по традиции начал сушить ноги лежащему джитсеру киками. На 10 минуте второго раунда Казущий делает что-то невероятное. Захватив руку Хэнсо в стойке, он переводит того в партер и проводит кимуру, ломая бразильцу руку. После чего рефери останавливает бой. Хотя сам Грейси не сдался, за что ему отдельная уважуха, ведь это смелость, граничащая с безумием. После боя Хэнсо сказал, что не будет оправдываться, а только выскажет уважение Казущий, который действительно великий боец. После победы на Прайд 11 на 3, чем ущемление Махилла на первой минуте первого раунда, Сакураба принимает вызов от самого обезбашенного бойца из клана Райана Грейси, который был известен своей неадекватностью и проблемами с законом. 23 декабря 2000 года на Прайд 12 Казущий выходит на очередную охоту за головой Грейси. После динамичного и жесткого начала от Райана, в котором он мечтал закончить все по-быстрому, уже к середине раунда Казущий полностью овладел ситуацией в ринге. Несмотря на то, что бой проходил в излюбленном партере Грейси, там все равно доминировал Сакураба, угощая Райана черствыми плюшками по голове и корпусу. Шлепки по накачанной жопе бразильца совсем уже опустили джитсера в глазах японской публики. Так что победа единогласным решением Сакурабы и очередной скальп Грейси над камином в бумажном домике были ожидаемы. Даже у матерого волка бывают неудачные охоты, а у бойцов тем более. После победы над Райаном Грейси Сакураба провел 16 поединков, 9 из которых выиграл, а всем проиграл, что стало для Хойса Грейси сигналом для возможного реванша, который состоялся 2 июня 2007 года на турнире K1 Heroes. Хойсу Грейси был 41 год, а Сакурабе 38, что не помешало им провести яркий и напряженный бой, на который, кстати, Хойс вышел уже без кимоно. После окончания трех 5-минутных раундов единогласным решением победил Хойс Грейси, наконец-то сохранив свой скальп и хоть как-то отомстив за свой клан. Но интересным фактом было то, что после боя Грейси провалил допинг-тест и был отстранен от поединков на год с уплатой штрафа, но результат этого боя отменен не был, как это обычно бывает в таких случаях. Нет мечты, нет и разочарований. Через три года, 29 мая 2010 года, на турнире Dream 14 41-летняя японская легенда встречается с бойцом нового поколения клана, 25-летним Халэком Грейси. Это был напряженный бой, в котором молодой Халэк навязывал темп и ход поединка, но Казущий тоже показал молодежи, что не все будет так просто. Бой продлился все три раунда, а победу единогласным решением одержал Халэк Грейси, таким образом поставив точку в этой эпопее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями, а также пишите в комменты, в каких противостояниях побеждали вы, с турником или с пельмешками. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Все, спокойно, спокойно. О-о-о-о! Защита! Нога же держит! Раз-два! Переваживайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кодык достать, понимаете? Не напрягаясь! Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро вот достать у человека, и этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы они отходят из этого образа, представляем, что мы медведи.